Музыка военного оркестра город трудовой доблести Пенза приветствует прибытие поезда Победы. Уникальных проект, равного которому по задумке и масштабам воплощения нет. Это же музей на колесах железнодорожной. И когда началась регистрация, буквально в первый день все билеты, которые у нас были в наличии, это порядка 1300 билетов, они были раскуплены. И, конечно, вплоть до вчерашнего вечера люди звонили, просили, что каким-то образом попасть на этот поезд. Во время движения по вагонам гостей сопровождает голос девушки-машиниста паровоза. Для этого посетителям выдают специальные наушники. Гид нужен для того, чтобы обращать внимание на малейшие детали. То есть ты когда идешь, ты видишь целый вагон. И тебе хочется сразу туда перейти, хочется туда. А тут нужно обращать на каждую маленькую деталь, на каждую руку, на каждого человека, который там есть. Вот гид просто необходим. С первых минут каждый, кто заходит в вагон, оказывается в прошлом, еще в мирном июне 41-го. О чем-то спорят военные и молодежь. В отпуск едет семья с детьми. И не подозревают, что скоро война. Самая кровавая в истории человечества. Упавшая гордина и лежащая на полу игрушка, как символы нагрянувшей беды. Отдельная экспозиция посвящена подвигу защитников Брестской крепости. Переходя из вагона в вагон, словно листаешь страницы истории Великой Отечественной. Солдаты и командиры. А вот передовая. У фигур бойцов надолго задерживаются люди всех возрастов. Мы тоже этого не видели. Мы тоже этого не видели. Только по книгам. Да вот спасибо этот поезд. Все очень. Я даже как вошла, думаю, потрогаю. Думала, живые люди сидят. Необыкновенно сделано, конечно. Интерьер, предметы быта и военного снаряжения подобраны с максимальной точностью. Горы обуви в вагоне смерти. Все, что осталось от узников концлагерей. Или куски хозяйственного мыла в бане на колесах. Такие использовали в войну. Один из вагонов встречает посетителей кошачьим мяуканьем. Были и такие пассажиры. В 44-м после снятия блокады в Ленинград везли животных из Ярославля. Они избавили северную столицу от мышей и крыс. Есть в поезде победы и копия штаба генерала Рокоссовского. Полевые карты, рации и телефоны. А самый последний вагон, заполненный счастливыми людьми. Это победа, радость от которой испытывает каждый, кто прошел через этот состав. Лица, передача вот этого, вообще этой истории великой нашей Родины. То, несомненно, это благодатно. Кто это сделал, низкий поклон. На станции Пенза первая поезд победы пробудет два дня. 3 июня его будут встречать в Тамбове. Субтитры создавал DimaTorzok